Вебинар номер 160. Четвертый год. Как вы все это все терпите? Удивляюсь. Итак, первая фотография ко мне. Анатолий Когнев прислал эту фотографию в ВКонтакте. А текст, вот весь текст. Первые абрикосы, зимой минус 47. Вы знаете, какая-то обыденность. Каких-то 47 минус. И не замерзли плодовые почки. А на самом деле, друзья, ну я пытаюсь. Вот жарим. Анатолий, гражданин Огнев. Нету текста. Или это привитое дерево. Или это косточка. Вот. Если косточка, это может быть сын манджурца. Или сам манджурец. Это может быть гибрид с амуром. Они же у меня почти все гибридные. Не зря же они все разные получаются. Вот. Скорее всего. Но даже если это гибридный амурис, а амур гибридный, и, допустим, амур вместе с манджурцем, это сенсации невероятные. Повторяю. Огромная статья. Вот такой толстый журнал. Называется «Толок». Еще не было интернета. Пол журнала посвящено огромный заголовок «Солнечный абрикос». Дальше рассказывается, что он выдерживает. Минус 25. Дальше почки святощие умирают. Потом, значит, 30 умирает все дерево. Так нет. И тут же схема посадка вот такой ямы, чтобы умерла еще и раньше, потому что сгнивает основание штамба вот в этой самой, в этой котловинке. Вот это и подпись «Кандидат наук». Все это есть в моих статьях. У меня есть диск с огромное количество статей. Там перепотографирована эта же, как это называется, эта же статья большая. Все под честным. Ну, теперь сравните. Минус 25 и минус 47. Вы присутствуете при сенсации, которая становится обыденностью. Ну, теперь что осталось? Не делать рано, чтобы вот эти… Ну, представьте себе, та самая Ольга Исаакова вот эта. Отрежем в нижней скелетной ветке, и он бы давно был бы мертв. Вот я уверен, что Анатолий в этом не сомневается. Ну, надеюсь, вы не сомневаетесь. Вот. Пойдем дальше. Это, как дозовем это? Еще один бенефис. Мой треуг. Анатолий, а значит, мой. Здравствуй, Олег Кристиныч. Вышлите, пожалуйста, каталог на черенки. Выслал. Все. Будьте внимательны. Если что-то осталось в наличии. Осталось. Я из города Мясо, Челябинской области. Это там, где царствует тот самый Ваулин, доктор наук и повторивший мой треугольник. У него, правда, было 38, а не 47. Но учитывая урожая 40 килограмм с молодых моих деревьев, подчеркиваю, бывших моих, получается тоже сенсация. 38, а тут уже и 47 недалеко. Ладно, но дело даже не в этом. Я сейчас скажу гражданке Егорова. Вас, вы пишите, в 19-19-х годах заказывала косточки, семечки, черенки, абрикосы, сливы, вишни, яблони, груши. Прочитала все ваши книги. Спасибо. Много лет сидела за информацию о гостевой книге. Спасибо. Многое получилось, особенно влияет абрикосы. Я вам очень благодарна. В моем прекрасном саду будет всегда жить частичка вашей щедрой души. Спасибо. Хотелось бы привить себе и друзьям несколько новых сортов. Да, пожалуйста. Ну, милая Татьяна, ну, прошло 8-10 лет. Ну, можно было, ну, 7-9 лет. Ну, можно было фотографии-то прислать. Я что, должен один долбиться, чтобы только сейчас, это, вышло, только сейчас, вот что-то не сядет, вышел фильм мой, который, телемост с человеком, который живет в татарии, так, зовут его Рафаэль. Он лично знаком с человеком по, там, заслуженным агрономам, кандидатам в наук, которого нет ни одного абрикоса, но который в такой вред принес. Нет, не мне. У меня все равно, это, черенки кончатся раньше, чем кончатся зима. Не мне. В всей стране. Разве можно писать, что саженцы абрикосово-железово замерзнут в средней полосе России, а значит, у вас, вы же в средней полосе России. Вы. Вот. Уважаемая Татьяна. Потому что у меня теплее. Ну, потом уже наш друг Павел Троценко, сейчас его еще раз помню, вот, с моей помощью устроил этот самый, еще, как бы, разборку публичную. И оказалось, что человек неправ. У меня в среднем, среднезимная температура на 8 градусов ниже Москвы. А вы знаете, какая разница 8 градусов? Там минус 30 у меня 38. Там минус 35 у меня 43. Вы понимаете, что это такое? А ему вот просто человек призят из дикая. Когда-то он меня на всю страну позорил. Просто так, знаете, потому что он ходил от наук, его печатали. Вот. Он там такое нес. Зачем? Ну, не получилось у себя с абрикосами. И вот такие люди, они мешают, потому... И вы тоже. Ну, разве можно было до сих пор ни одной фотографии есть? Вот. Вот они рекорды, видите? 47. Да, этот Ваулин писал, что минус 38, самая низкая была. Ну, 38. А это что, не рекорд? Так что, видите, я вас даже где-то и поздравил, и пожурил. Вот. Я тогда был, когда я сделал телемост с этим самым... С человеком, который живёт в Татарии, по имени Рафаэль. Фильм мы уже видели, видите? Так, он занимается ещё и онкологией. То есть, связь между абрикосовыми плодами, косточками. Я что хочу сказать? Когда я с ним фильм сделал, вы его посмотрите, он есть на моём канале. Я написал следующее. В отчаянии заплодоносят миллионы абрикосов. Онкология уйдёт. А вдруг такие, как этот самый земляк этого, по фамилии там Франк этот, Халилов. Ну, они же не понимают, что... А из-за них-то и нет этого. Одни говорят, бесполезно. То есть, его выпады в мои стороны можно пояснить так. Бесполезно. Значит, эти миллионы абрикосов никогда не заплодоносят. А другие рискнут, но тут же всё уничтожат собственными руками. Видите, в какой стране мы живём? Я уж призываю их, ну не мешайте, не лезьте. Не замерзают эти же вот эти вот... Так уж совпало. Вот это вот письмо совпало. Мясо. Так. Совпал фильм с Рафаэлем, увлечённым человеком, который ищет лекарства от онкологии. В их краю каждый десятый больно. Страшная вещь. Да у меня в саду должны не вылазить эти... Ладно, там я, ну может быть, тысячу косточек разбил, сожрал, извините. Или там полторы за год. Спасться от онкологии нет, не знаю, но у меня опухоль нет. Ну и всю страну же надо спасать-то. И получается. А дому мне надо, а я этому Рафаэлю, больше никому. А если, скажем, приморье, партизанский район, чёрный... Нет, не так. Пока это слова. Мы собираемся делать телемост. Я сказал ещё, пожалуйста, когда будем делать телемост, ещё раз скажите, что у вас в партизанском районе нет абрикосов. Всё обыскал. И это на родине... Какая родина? Может, родина не подпроискалит. Но там великие садоводы были-то, а? Что от их наследия осталось? Ничего. В партизанском районе нет ни одного абрикоса. Может, там есть несколько, он не мог всё знать. Вот. Ну что? Не мешайте. И второе. Не учите калечить деревья почвы. И сегодня мы ещё об этом будем говорить. Будем говорить постоянно и примеры приводить. Вот. Когда вышел мой телемост с Рафаэлем, внизу был комментарий, он мне понравился. Ильшат Хан. Как это никто в Татарстане не занимался абрикосами? А я тогда чем занимался? У меня абрикосы плодоносятся около 10 лет. Перспективная культура для Татарстана. Вот вам, пожалуйста. Ильшат. У вас в Татарстане живёт человек, которого учёный. Заслуженный агроном. Учёный. Кандидат наук. Вы, ему-то, как говорил этот самый Рафаэль, он 90 километров, к нему ездил консультироваться. Как можно консультироваться с человеком, у которого нет, нет абрикосов. И вдруг оказывается, есть. Вот 10 лет плодоносит. Ещё, наверное, есть. Ну давайте это, как говорят, шутливая поговорка на Украине. Хлопцы, хоп да кучи. Содоводство по Железову. Это я отвечаю этому хану. Нужны ваши фото для иллюстрации. Попрошу вас сделать со мной телемост. Жду ответа после вебинара. Это очень важно для всех. Для всех. Есть отстанье его сад плодоносящий. Все должны знать. Здравствуйте, Валерий Константинович. Пишет моя любимая Тамара. Посылку получила через 5 дней. Ну не рекорд, но согласитесь, что я не зря доплачу за посылки. Спасибо за всё. Шла, как обычно, через Москву. То есть, интересно, что получается. Вот, сами понимаете. Ну так в стране принято. После того, когда уничтожили местную авиацию, когда сократили количество этих рейсов, поездов. Вот, вот и добираются справа до Москвы, потом обратно. Я хочу обратить ваше внимание, когда смотришь вебинары в записи, то справа появляются некоторые вопросы. Не те, которые обычно рассматриваются. Откуда они берутся, я не знаю. На вебинарах их не видно. Так вот, вебинаре 136, если прокутить его по времени до час-полтора часа, справа можно прочитать заметку. Вот. Так, заметку. Теперь так, Ильшата Хана о влиянии по двое. У меня понимаете, как получилось? Когда я всё-таки думаю, кто такой Ильшат? Ознакомлю я с ним. Вот. Откуда у него абрикосы? Так. И вот, когда я набрал, ну, беру, набираю. Ильшат Хан. И вдруг попадаю на это письмо. И вот она пишет. Можно прочитать заметку. Ильшат Хана о влиянии по двое на прямой. Я тоже хочу почитать заметку Ильшат Хана о влиянии по двое на прямой. Вот. Я проделал такой же опыт. Приверла вашу порту по кучу яблони. Где-то 20 сантиметров зрения почвы. Правда, за лет она бросла ненамного. Видимо, из-за того, что и так далее, и так далее. В общем, пожалуйста, кто-нибудь найдите мне эту заметку. Он как, он пишет, что, она пишет, что, откуда берутся, не знаю. Я так же ничего не понимаю, не знаю. Каждый силен в своем. Вот эта вот фотография меня просто поразила. Я очарован. Как я догадываюсь, на красноплодной рябине растет прививка и плодоносит груши. Причем груши вполне приличные по свежему виду. Вот. И что получилось? Там еще ниже будет еще два или три фотографии. Я их перенес сюда и по своей привычной забыл текст, а значит и фамилия автора. Кто-то из наших. Кто? Ребята, рассказывайте. Может быть, там, когда кончится официальная часть, там, где у нас будет переписка, там напишите. Это мои фотографии. А я тогда добавлю вам вопросы. А, правда ли, что это? Или это какой-нибудь коллаж? Правда ли, что на красноплодном рябине растет груши? И главное, на черноплодной рябине не только у меня, но у кого-то из вас абсолютно испорчен вкус получился у сладких груш. Сладчайшие армянские груши привез. Не было по двое груши. Привел на черноплодке. Долго плевался, а потом они сами умерли. Через 34 года все. Мне интересно, испорчен ли вкус? Перспектива какая может быть? Несколько поколений на рябине будете этим заниматься? Мне просто интересны ваши мысли. Вы знаете, у кого мысли сходят у нас в садоводах.